Жареный скандал с известной на всю страну Нижегородской шаурмой. Москвич Илья Штаев приехал в Нижний Новгород со своей девушкой. Она работает моделью в Москве, а сюда они приехали знакомиться с ее родителями. Познакомились, а потом решили попробовать знаменитые шаурмы на всю страну знаменитой, о которой так много говорят известные блогеры. Но в результате скандал и продавцы шаурмы сбитыми в руках. Ты что меня бьешь? Ты что меня бьешь? Ты что меня бьешь? Я тебя убитарил? Ты что? А почему шаурмы бьешь? Ты что? Девушка начинает непосредственно есть шаурму и обнаруживает осколок стекла. Но я в целом тоже посмотрел, это реально было стекло. Подходим непосредственно к окошку, где эту шаурму заказывали. И с Пашем, как так могло получиться, что там оказалось стекло. На что получаем ответ, что стекло не может быть. У меня откололся зуб, он взял этот продавец, который вышел, мы попросили управляющего, взял этот осколок и сказал о том, что нет стекла здесь. Они там кинули 110 рублей на этот прилавок, сказали, вот забирайте, уходите, там хамили, я как бы уже воспроизводить эти слова не буду. Ну в мою сначала сторону, потом уже начали когда говорить в сторону моей девушки. Пошли отсюда, ну типа закрой ей, закрой ты дури свой рот, ой, своей дури рот, в общем что-то такое было. И на эти оскорбления мой молодой человек не выдержал и кинул именно в окно на прилавок шаурму. И сказал, сами ешьте свою шаурму и не кормите людей стеклом. Мы садимся в машину, вылетает, наверное, человек с четыре, с деревянной дубиной, они подбегают, ну человек с дубиной замахивается на машину. После этого он открывает дверь водительского сидения и начинает бить моего молодого человека по лицу. У меня до сих пор болит нос и вот здесь еще немножко опухлость, то есть ну как бы ушибы, то есть у меня до сих пор нос болит вот здесь, здесь ударили. Когда мы смогли закрыть дверь, мы просто взяли, уехали и вызвали полицию. Приезжали мы отпраздновать с моего дня рождения, познакомить молодой человек с родителями, с родителями, с городом. В общем впечатление как бы, я посмотрел, что много есть хороших людей, поэтому я не думаю, что стоит оставлять плохое впечатление о городе, исходя из лишь определенных граждан. У сотрудников Шурмы своя версия. Они утверждают, что их вывели на скандал преднамеренно, желая, что называется, хайпануть. Но они и не сдержались. Девушка, вот смотрите, соль, большой соль. Мы пожарили мясо, это осталось. И вот так. Я девушку объяснил, что это соль. Он сказал, нет, это не соль, я извинялся, соседовый, вам верну ваши деньги. Она начала у нас грубить, кричит, не русский, почему вы здесь работаете. Я не битый, просто у меня был битый, я никого не трогал. Сначала этот мужчина Шурма мне бросил на лицо, я потом сказал, подождите, сейчас. Ну все, так было. И дальше они ушли, и все. Плохое слово сказать, бежали в машину, там сидели, это выкинуло окно. Через окно. Через окно. Потом мальчики там бежали. Это девушка, мальчики там сидели. Можно приравнить такое поведение посетителей к сотруднику, как унижение достоинств среди толпы посетителей. Естественно, его вывело. Он для того, чтобы напугать эмоциональным взял. Это не битый было, потому что битый у нас не храним, у нас есть охрана. Взял палку и подошел уже к нему. И дальше мы уже видим на видео, как провоцирует. Девушка начала на национальной неприязни называть такие слова, как чурки, гастарбайтеры и далее. Если не умеет человек отвечать, нести ответственность за свои слова, поступки, то в этом случае уже за женщину несет ответственность, я думаю, каждый мужчина согласится, мужчина. Чтобы не подставлять своего мужчину, лучше держать язык и зазубать. Девушка является моделью. В период пандемии очень доход упал у многих. Можно популярностью нашей организации заработать на это. Кстати, как сообщили нам в полиции, заявления приняты. Сейчас там проводится проверка. Продолжение следует...